14. Царь Астиак приложился к отцам своим, и Кир, персиянин, принял царство его. И Даниил жил вместе с царем и был славнее всех друзей его. 15. Был у вавилонян идол по имени Вилл, и держали на него каждый день двадцать больших мер пшеничной муки, сорок овец и вина шесть мер. Царь чтил его и ходил каждый день поклоняться ему. Даниил же поклонялся Богу своему. И сказал ему царь, почему ты не поклоняешься Виллу? 15. Он отвечал, потому что я не поклоняюсь идолам, сделанным руками, но поклоняюсь живому Богу, сотворившему небо и земли, и владычествующему над всякой плотью. Царь сказал, не думаешь ли ты, что вел неживой Бог? Не видишь ли, сколько он ест и пьет каждый день? 16. Даниил, улыбнувшись, сказал, не обманывайся, царь, ибо он внутри глина, а снаружи медь, и никогда не ел и не пил. 17. Тогда царь, разгневавшись, призвал жрецов своих и сказал им, если вы не скажете мне, кто съедает все это, то умрете. Если же вы докажете мне, что съедает это Вилл, то умрет Даниил, потому что произнес хулу на Вилла. 18. И сказал Даниил царю, да будет, по слову твоему. Жрецов у Вилла было семьдесят, кроме жен и детей. 19. И пришел царь с Даниилом в храм Вилла. И сказали жрецы Вилла, вот, мы выйдем вон, а ты, царь, поставь пищу и налив вина за преддверие и запечатай перстнем твоим. 20. И если завтра ты придешь и не найдешь, что все съедено Виллом, мы умрем. Или Даниил, который солгал на нас. Они не обращали на это внимания, потому что под столом сделали потаенный вход, и им всегда входили и съедали это. 21. Когда они вышли, царь поставил пищу перед Виллом, а Даниил приказал слугам своим, и они принесли пепел, и посыпали весь храм в присутствии одного царя, и, выйдя, заперли двери и запечатали царским перстнем, и отошли. 22. Жрецы же, по обычаю своему, пришли ночью с женами и детьми своими, и все съели и выпили. 23. На другой день царь встал рано, и Даниил с ним. И сказал, — Целы ли печати, Даниил? Он сказал, — Целы, царь? 24. И как скоро отворены были двери, царь взглянул на стол, воскликнул громким голосом, — Велик ты, Вилл, и нет никакого обмана в тебе. 25. Даниил, улыбнувшись, удержал царя, чтобы он не входил внутрь, и сказал, — Посмотри на пол и замечь, чьи это следы. 26. Царь сказал, — Вижу следы мужчин, женщин и детей. И, разгневавшись, царь приказал схватить жрецов жен их и детей, и они показали потаенные двери, которыми они входили, и съедали, что было на столе. 27. Тогда царь повелел умертвить их, и отдал Вилла Даниилу, и он разрушил его и храм его. 28. Был на том месте большой дракон, и вавилоняне чтили его. 29. И сказал царь Даниилу, — Не скажешь ли я об этом, что он медь? Вот он живой, и ест и пьет. Ты не можешь сказать, что этот бог не живой. Итак, поклонись ему. 30. Даниил сказал, — Господу богу моему поклоняюсь, потому что он бог живой. Но ты, царь, дай мне позволение, и я умершлю дракона без меча и жезла. 31. Царь сказал, — Даю тебе. Тогда Даниил взял смолы, жиры и волос, сварил это вместе и, сделав из этого ком, бросил его в пасть к дракону. 32. И дракон расселся. И сказал Даниил, — Вот ваши святыни. 33. Когда же вавилоняне услышали о том, сильно вознегодовали и восстали против царя и сказали, — Царь сделался иудеем, вилла разрушил и убил дракона и предал смерти жрецов. 34. И придя к царю, сказали, — Придай нам, Даниила, иначе мы умертвим тебя и дом твой. 35. И когда царь увидел, что они сильно настаивают, принужден был предать им Даниила. 36. Они же бросили его в ров львиный, и он пробыл там шесть дней. 37. Во рве было семь львов, и давалось им каждый день по два тела и по две овцы. 38. В это время им не давали, чтобы они съели Даниила. 39. Был в Иудее пророк Аввакум, который, сварив похлебку и накрошив хлеба в блюдо, шел на поле, чтобы отнести это жнецам. 40. Но ангел Господень сказал Аввакуму, — Отнеси этот обед, который у тебя вавилон, к Даниилу в ров львиный. 41. Аввакум сказал, — Господин, Вавилона я никогда не видал и рва не знаю. 42. Тогда ангел Господень взял его за теми и, подняв его за волосы головы у него, поставил его в Вавилоне над рвом силой духа своего. 42. И возвал Аввакум и сказал, — Даниил, Даниил, возьми обед, который Бог послал тебе. 43. Даниил сказал, — Вспомнил ты обо мне Божией и не оставил любящих тебя. 44. И встал Даниил и ел. Ангел же Божий мгновенно поставил Аввакума на его место. 45. В седьмой день пришел царь, чтобы поскорбеть о Данииле. И, подойдя к корву, взглянул в него, и вот Даниил сидел. 46. И воскликнул царь громким голосом и сказал, — Велик ты, Господь, Бог Даниилов, и нет иного, кроме тебя. 47. И приказал вынуть Даниила, а виновников его погубления бросить в ров. И они тотчас были съедены в присутствии его.